Добро пожаловать в мир боксинга! Он всегда был в леопардовых шортах, крутил сальто через канаты, а во время боя вытворял с соперниками что только хотел. Я Мухаммед Али и Алвиз Пресли в одном лице. Принц Насим Хамед, член международного зала славы бокса, признается как один из лучших полулегковесов в истории, он стремительно взобрался на вершину мирового бокса и также стремительно заявил о своем уходе в 27 лет. За это время он успел провести множество зрелищных боев, но есть один поединок, который считают лучшим в исполнении Насима и одним из самых зрелищных боев в истории. Речь идет о первом поединке Хамеда в США и девятой защите пояса WBO в полулегком весе против американца Кевина Келли. В 97-м принц Насим Хамед был крайне популярным боксером в Британии и Ирландии. Ирландии, где он и проводил свои поединки, его выходы на ринг были как отдельные шоу, а та легкость, с которой он громил своих оппонентов, просто завораживала. «Я слишком быстрый, слишком сильный, слишком хорош, и я чемпион мира». В октябре 97-го принц Насим в родном Шеффилде проводил восьмую защиту титула WBO в полулегком весе против пуэрториканца Хосе Бадильо. На этом поединке присутствовал Ковин Келли, который славился своим жестким ударом и сильным духом. Он лично прилетел в Англию для того, чтобы бросить вызов Хамеду и вживую посмотреть, на что способен этот высокомерный боксер. Насим Хамед проводил этот поединок крайне расслабленно. Он играл с Бадильо, заводил публику своими трюками, но не забывал и проводить разящие атаки под разными углами. Парториканец смело продержался семь раундов. Он был дезмотивирован, изрядно побитый и абсолютно беспомощный. Глядя на все это, угол Бадильо остановил бой. Во время послематчевого интервью Келли и Хамед встретились впервые и, конечно же, обменялись любезностями. Что тут скажешь? Это моя восьмая защита. Кевин Келли сегодня в зале, и он видит скилл Насима, его мощь и скорость. Я хочу сказать этому парню, что отправлю его спать. Я тебя нокаутирую в твоем родном городе. Мэдисон Сквер Гарден еще не видел того, что я с тобой сделаю. Поединок Келли Хамед был назначен на 19 декабря 1997-го место проведения легендарная арена Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке. Это был первый поединок принца Насима в США. На пресс-конференции Хамед продолжил подогревать интерес к поединку. После поединка с принцем Насимом, единственное, на что ты будешь способен, это расклеивать мои постеры к следующему бою. Поверь, ты забудешь о боксе. Ты пойдешь к Луди Балле, он даст тебе пачку постерам, и ты будешь их везде расклеивать, прославляя принца Насима, когда он будет приезжать на бой в Мэдисон Сквер Гарден. Это событие привлекло много звезд бокса и известных людей. Все хотели увидеть, правда ли принц Насим Хамед настолько хорош, как о нем говорят. Об этом поединке говорит весь Нью-Йорк. Это будет великолепный бой. В Америке достойно приняли Хамеда, но он должен показать, на что способен, если рассчитывает на поддержку публики. Кэлли сильный оппонент, и я много раз видел его бои, и знаю, о чем говорю. Арена в Нью-Йорке была заполнена до отказа, и несмотря на то, что Хамед впервые дрался в Штатах, его фанатов было достаточно много, и мнение о том, кто станет победителем, разделилось. Хамед в порошок его сотрет, у него нет шансов. Как бы ни тренировался Насим, он обречен. Он с моей школой, я его знаю, и он выбьет все дерьмо с Хамеда. Он реальный мужик. Перед поединком Кэлли сказал, что если Насим слишком долго будет выходить на ринг, он откажется от боя. И как вы думаете, что сделал Хамед? Он пять минут танцевал за ширмой, прежде чем выйти в зал, доводя Кэлли до белого коления. Из самого начала поединка было видно, что боксеры заряжены до предела. В конце первого раунда Хамед слишком увлекся атакой, пропустив ответный удар справа, который отправил его на настил. Это был второй нокдаун в карьере Насима Хамеда. Во втором раунде Хамед старался действовать более осторожно, но Кэлли находил лазейки и доставал британца. В одной из таких атак Кэлли провел серию ударов, после которой Насим коснулся перчаткой настила. По правилам бокса это считается нокдауном. Второй нокдаун за четыре минуты – не лучшее начало поединка. Комментаторы поединка только начали рассуждать о том, что Хамед до этого не встречался с настолько мощным боксером, как британец отправил колена на стил точным ударом справа. После такого старта поединка начала закрадываться мысль, что этот бой не пройдет всю дистанцию. По итогам трех раундов американец оказался точнее принца. Он выбросил 121 удар, из которых точными были 55. В свою очередь Хамед выбросил 130, из которых до цели дошел 51. В середине четвертого раунда Кэлли пропускает быструю серию от Хамеда и падает снова. Сам Насим спустя несколько секунд проваливается в атаке, а рефери принимает решение открыть ему счет. После возобновления поединка боксеры уже не думали о защите. Начался бой до первого точного попадания, и более успешным оказался Хамед. На последней минуте четвертого раунда он доносит мощный удар слева, Кэлли с трудом встает на ноги, но рефери останавливает бой. Этот бой был настолько хорош, что напомнил мне поединок Хеглера против Хернса. Да, это однозначно был бой Хеглер-Хернс, но в полулегком весе. Для Насима это была девятая защита титула WBO. Он успешно дебютировал в США и расширил свою узнаваемость на весь мир. Впереди у него было достаточно знаковых поединков, но этот по праву считается одним из самых захватывающих в его карьере и одним из самых лучших титульных боев в истории. Спасибо за просмотр видео! Не забудьте подписаться на канал и прожать колокол, чтобы смотреть выпуски первыми. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok